Ну, мы бы хотели обратить ваше внимание на то, что мы сейчас, мы это вот, я и Владимир Евгеньевич Гершинзон, которого вы знаете, если кто не знает, мы были основателями Сканокса, Спутникса и продачного мира разных таких организаций, существующих уже больше 25 лет. Вот теперь мы начали новый проект, компанию мы назвали Лорет, от сокращенного Local Real-Time Tool и сосредоточили сейчас свое внимание на образовательности, ну, то есть на внедрении технологии применения геопространственных данных и космической съемки, особенно с акцентом на реальное время, в школьном, прежде всего, образовании, хотя есть идеи и по возрастному образованию. Вот это просто один из наших, поскольку тема семинара была заявлена о использовании открытых данных, то я хотела просто показать один из примеров, ну, тут мы, это вот наша некоторая пропагандистская для образовательной публики лозунги, но важно то, что, во-первых, в федеральные государственные стандарты по образованию вошли, работы с геопространственными данными, ну, как некоторый обязательный элемент. Правда, там совсем мало говорится о космической съемке, вот, Карина меня поправит, но там пара слов всего, стандарты. Вот, при этом сейчас, как вы знаете, очень модная всякие проектная деятельность, более того, в московских школах уже есть такая оценка, идущая в аттестат, называется проект. И очень много с этим связанных проблем. Вот. Значит, мы, вот это вот наша, ну, это старая наша фотография, это первый макет нашей станции. То есть мы сделали станцию приема космической информации, которая в радиусе 150 километров позволяет принимать данные с разрешением до, ну, до 50 сантиметров, и хотим предлагать этот аппаратно-программный комплекс школы. Меня очень часто спрашивают, зачем школьникам данные с разрешением лучше метра? Значит, на что мы, ну, на что мы говорим следующее, что... Что сейчас, ну, в ближайшие лет пять, спутников с разрешением лучше метра будет, наверное, где-то около 500. Если состоится даже часть тех стартапов, которые уже заявлены. Например, есть такая, ну, вот самый такой вот, как это, герой в этой, в этом, в этой плеяде, это аргентинский стартап с этой лоджер, который планирует 300 спутников с разрешением метра. Причем они не собираются продавать сами данные. Мы с ними тут вели переговоры. Они будут продавать только сервисы. К чему приводят продажи сервисов? Ну, или как она нас ограничивает? Ну, вот, например, всем, наверное, кто знает вот программу Planet вообще? Вот, значит, вы, наверное, знаете, что они уже продают, ну, то есть они снимают землю каждый день, предлагают сервисы, ну, всему человечеству, правда, не бесплатно. Но самое интересное, что вот сейчас несколько наших партнеров обратились к ним за покупкой этих сервисов для сельхозприменений, и им сказали, что для сельхозприменений мы вам сервисы продать не можем. Народ удивился. Оказалось, что они продали эксклюзив на сельхозприменение большому канадскому холдингу сельскохозяйственному. То есть мы уже сегодня, несмотря на то, что вроде бы такая демократичная ситуация, больше двухсот спутников каждый день снимают, но мы уже не можем, например, но это причем относится не к нашей стране, это относится как бы к любому, к любому бизнесу. Ну, вот такая история, да. Когда я разговаривала с этой лоджиками, я говорю, ну, хорошо, можете вы, например, нам дать возможность приема в реальном времени данных на наш стандарт? Они говорят, нет, мы будем продавать только сервисы на основе данных. Я говорю, ну, хорошо, если вы можете это делать в режиме онлайн, да, zero latency. Они говорят, нет, не можем, но если у нас будут такие клиенты, то мы, значит, их не сможем обслужить. Вот, потому что, если вы знаете, Planet, они снимают утром, днем, вечером сбрасывают, а утром кладывают. То есть у них задержка, там, 24 часа. Вот, на это я все привожу к примеру тому, что данных становится все больше, и о спутников у нас больше не становится в стране, ну, то есть того, с чем мы можем работать. Поэтому мы как бы считаем, что, ну, давайте хотя бы научим наше поколение, как бы новое поколение, там, детей, студентов, школьников, о работе с этими данными, и, может быть, они найдут себя в этом. То есть даже если у нас не будет, там, много спутников, у нас хотя бы будут специалисты, которые смогут работать с этими данными, найдут себя в профессии по аналитике данных, или, там, геопространственной бизнес-разведки, или еще где-то. Поэтому мы, ну, вот, как бы мы акцентируемся на этом. Вот здесь вот перечислены, как мы понимаем, все те предметы, которые в той или иной степени, ну, пересекаются, вот, при работе с данными, геопространственными данными. То есть это далеко не география. То есть, на наш взгляд, это один из, ну, как бы, космических снимков и геопространственных данных, это один из, ну, я не знаю, наверное, самых удачных таких поводов, поводов, вот, заинтересовать детей разными предметами. Вот, почему я, почему мы, я проведу пример, вот, который Карина вела. Ну, один из наших любимых примеров, наверное, вы знаете, это, вот, спасение бельков от ледокола. Кто-нибудь слышал про этот проект? Да, ну, вот, значит, мы сейчас, сейчас я немножко о нем расскажу, вот. А если говорить об использовании, ну, о проектах на основе открытых данных, то вот в Сириусе, вот Карина, которая здесь присутствует, просто она после, после Зубнова не может говорить, значит, вот она вела, например, проект в прошлом году в Сириусе с детьми. Слышали про Сириус, про этот образовательный центр? Не все? Не слышали? Ну, тогда немножко о нем, потому что довольно интересное такое явление в нашей жизни. То есть это в Сочи образовательный центр, под который отдано здание, там, 20 тысяч квадратных метров, которое постоянно работает и ведет эту работу в фонд таланта и успех, ну, то есть работа с одоленными детьми. Там проходит куча смен, туда отбираются дети в процессе разных, там, олимпиад, в том числе сейчас очень интересное такое явление, олимпиады НТИ, которые 17 треков, в том числе, например, космическая инженерия, беспилотники, там, и куча всего интересного. И это одна из, по-моему, одна из немногих олимпиад, которые предполагается работать командой. Вот. Вот там вот, значит, была смена, которая... А, нет, это была вот большая вызова в Сеюз. Значит, вот дети обработали за один год все радиолокационные снимки, бесплатные, доступные в интернете, и выделили нефтяные пятна. Значит, ну, проблему, которую они решали, это как бы... Ну, они, во всяком случае, в этом убедились, что плохо мониторится поверхность Черного моря. Ну, они брали только российскую часть, черного моря. Вот. А потом, когда детям стало, когда они все это обработали, им стало скучно, они сказали, что мы еще хотим проанализировать эти данные. Они построили карту повторяемости, вот карту частоту появления судовых разливов. А потом еще один, вот один там мальчик настоял на том, чтобы они сопоставили это с картой специализированных судовых путей. Ну, то есть они взяли АИСы и наложили еще на эти карты загрязнения АИСы. И в итоге они выяснили, что самое большое число разливов связано с танкерами. Ну, с одной стороны, вывод неудивительный, но удивительная реакция на эти выводы российских моряков. То есть это проект делался в рамках маринета, и дядечки официозы, они сказали, что дети, вы сделали неправильный вывод. Наши российские моряки не загрязняют воду. Ну, не могут загрязнять воду. Дети сначала расстроились, но потом они получили хорошие отзывы от Нобелевского лауреата и еще от разных разумных людей. И в целом потом эта работа была продолжена. Вот сейчас они выиграли Балтийский конкурс. Просто это вот один из примеров, когда на бесплатных данных с хорошими там педагогами в итоге удалось делать красивый проект. Я, собственно, это все рассказываю до чего. Здесь, мне кажется, собралось неравнодушное сообщество. Да, вот это, кстати, они выделили, например, красным выделена область с самым высоким риском возникновения судовых разливов. Где дети сделали вывод, что здесь максимальная потребность в мониторе. Вот. А я вас, собственно, призываю к чему. Мы сейчас выиграли такой грант небольшой фонда Борника на один из шести грантов, который нацелен на популяризацию. Вообще космических технологий, в частности, дистанционного зондирования и геопространственных данных. Мы в течение, собственно, от сегодняшнего дня до начала сентября, до начала самого конкурса детского, хотим подготовить максимальное, ну, подготовить или найти максимальное количество преподавателей, которые смогут вести эти команды с детьми, которые знают, что такое геоинформационные технологии, которые знают, что такое СИМ, или которые готовы учиться всему этому. В этом смысле мы обращаемся к вам за помощью, потому что, наверное, у вас есть много, ну, не только здесь кто сидит, но еще знакомые там по всему. У нас тоже есть, конечно, но мне кажется, чем шире мы это охватим, то тем больше шансов все-таки начать как-то эту системную работу по популяризации и по развитию там образовательных проектов. Вот. Один из проектов, который мы с Ильей обсуждали и к которому я очень хотела вернуться, это в рамках OpenStreetMap, значит, была идея такая, взять пересечение наименее, или наименее, как это, самых плохих с точки зрения картографии территорий и самых опасных с точки зрения чрезвычайных ситуаций. Это, собственно, вот в развитии идеи, которые Горши сегодня рассказывал, значит, взять эти пересечения и сделать со школьниками там разных стран, может быть, ну, начать там с России, собственно, обновить эти карты, то есть подготовить, собственно, картографическую основу для решения проблем в случае возникновения чьих. Мне кажется, это тема интересная. Это тогда не просто там научить детей рисовать домики, мне кажется, это может быть исключновато, а это придаст некую осмысленность рисованию этих домиков. Ну, то есть не просто абстрактная какая-то карта, а вот именно те территории, которые наиболее подвержены потенциальным членам. Ну, вот, собственно, все, что я хотела сказать. Если есть какие-то идеи, мы будем очень признательны. Или вопросы? Мне кажется, последний, комментарий к последнему идее, вот сейчас, по-моему, как раз на комментарии написано, но у Тим есть... Кош, погромче это, Ильфер. Есть, по-моему, сейчас как раз компания, общественная такая, проводится отдельный проект, пробелы на карту, так называется. Ну, то есть вот стоит как-то... Российская? Российская? Нет, это... Ружа? Да, это как раз ход инициатива, которая собирает волонтеров-картографов в случае каких-то ЧАЭС. И в качестве превентивной меры действительно можно анализировать места с более высоким риском и актуализировать форму-картографическую информацию, но на такие места часто отсутствуют буквальные материалы дистанционного лидера. То есть тогда надо еще как-то подтягивать к этому поставщиков... Да, да, да. Ну вот мы как раз у нас... Была, собственно, идея какая, что там, где вот такие мы выделим территории, пытаться дальше находить либо спонсоров, либо на установку как раз уже станции приема данных, обновлять это в квадиооперативном режиме и это выкладывать для картографирования. Такое, быстрое картографирование. Хотя бы просто актуальная съемка. Что? Просто актуальная съемка. Ну, можно просто актуально съемка. Но, по-моему, быстрое картографирование.